Рассчитался по долгам и спи спокойно. А бессовестных должников вынуждают платить самыми разными методами и способами. Полицейские, судебные приставы и налоговики снова на дороге с мобильной базой. Тормозят наугад, но часто попадают в самое яблочко. Об итогах рейда Николай Ревенко. Здравствуйте. Первый батальон спектр в окей. Документы поставьте. Сегодня они за дно. Полицейские, налоговики и судебные приставы. Цель сократить армию должников в государственную казну. Схема отработана. Сотрудник ДПС тормозит машину, а налоговые инспекторы проверяют водителя по банку исполнительных производств. Появляем должников, вручаем им требования о том, чтобы они явились на прием. Также вручаем квитанции. То есть людей полностью уведомляем о том, что в отношении них возбуждено исполнительное производство, чтобы человек смог погасить задолженность. Нестандартный подход продиктован необходимостью. На данный момент задолженность только по Клинскому району более 3 миллиардов рублей. Это неоплаченные штрафы, алименты, кредиты. В списке злостных должников почти 33 тысячи клинчан. Отговорки одни и те же. Не знал, не получал, живу не по прописке. Однако незнание от долгов не освобождает. Каждый человек может зайти в интернет, открыть базу данных исполнительных производств и ввести свои фамилии, имя, имя, дату рождения. И узнать о любой задолженности, которой в отношении него имеется. Валерий Жигалов уверен, он перед законом чист, а потому на проверку согласился охотно. Нет у вас долгов. Все у нас нормально. Вовремя платить. Если есть что-то, надо просто тупо прийти и вовремя заплатить. Вот и все. Все просто. Но этот случай скорее исключение. По итогам рейда проверили 35 машин и в 20 за рулем оказались должники. Квитанции выписали и выдали на сумму почти в полмиллиона рублей. Так что особо забывчивым без лишних формальностей осталось только оплатить. Если требования проигнорируют, инспекторы применят санкции, штрафы, арест имущества и банковских счетов, а также ограничат в загранвыездах. Николай Ревенко, Наталья Красавина. Новости дня.